Друзья, сегодня я вам покажу, как я сделала котлеты и беляши из полкилограмма фарша, лук, соль, перец, тесто. Описание к этому видео будет под ним, и вы увидите все ингредиенты, количество, последовательность, как это все делать. Это очень просто, легко и невероятно вкусно. Здесь на видео вы видите небольшие фрагменты котлеток, и я сделала гарнир из брокколи и феты. Вот, с теста замесила, тоже дам рецепт этого теста. Делаю кружочки, раскатала чашкой, делаю одинаковые, чтобы получились. Выдавливаю кружочки, и потом буду начинять эти кружочки фаржем. Фарш получился очень сочный, потому что лук хороший такой, и много его, соль, перец. Лепятся они очень просто. Берете кружочек и по кругу идете, вот так делаете защипики. К друг другу прямо складываете и хорошо защипляете, чтобы они не расходились, когда вы будете жарить. Тесто великолепное, поэтому у вас все будет держаться красиво, как цветочек. Вот, посмотрите, я налепила. Получилось где-то 26 или 27 этих беляшей. Вот, жарим их сначала открытой частью вниз, потом переворачиваем и допекаем. В этом случае у вас не будет брызгать масло, и все беляши прожарятся хорошо. Вот, это вторая порция уже пошла. Первая порция уже готова. Почти половину съели уже. Вот, у меня осталось тесто, и я из оставшегося теста решила сделать маленькие попушки. Тесто я раскатала тоже на круг, вот этот круг раскатала, сделала кубики, и эти кубики хорошенько пожарила в масле горячем. Они прям хорошо раздуваются, пышные такие, прекрасные, очень прекрасные, легкие, вкусные, прям с медом к чаю великолепно. И вот окончательно у меня получились полная тарелка пышечек, беляшей, такие они вкусные, прям сочные, воздушные. И я вам желаю всего самого хорошего, приятного аппетита. Следуйте рецепту, не отклоняйтесь, ничего не надо добавлять, убавлять, потому что тогда изменится все, изменится вкус.